У нас Всемирный день музыки намечается, я так понимаю. И что будет происходить в Харькове? Расскажите подробно, значит, я вас сейчас представлю, Сергей Жуковский, координатор фестиваля День музыки в Харькове, и Алина Ханвабаева, координатор фестиваля День музыки в Харькове. С кого начнем? Давайте начнем с Сергея. Он расскажет, в принципе, что это за праздник такой. Да, потому что... Почему, да, почему мы к нему присоединились? А Харькова впервые, да, здесь? Нет? День музыки называется праздник Харькова День музыки. У него есть координатор фестиваля, он начал в своем втором году, и с тех пор он идет по миру, сейчас уже больше 100 стран, больше 750 городов по всему миру. По-любови активно это начали делать в 13-ом году, мы присоединились в 14-ом году, по масштабу. То есть так, как его праздник делают. До этого у нас тоже делали... Все, но делали... Начали делать с 99-го года, и делал его в французский институт. Они обычно проводили его в одной локации, и это целый день была разно-клановая музыка. Мы отошли от одной сцены и решили сделать много сцен именно с узконаправленной музыкальной составляющей, джаз, ну по направлению, собственно. Важно еще, мне кажется, дополнить, что вот когда мы говорим «мы», мы — это инициативная группа «День музыки». Мы как раз и занимаемся такими вот социальными проектами, проектами, которые привлекают внимание к культуре, развивающими проектами, в некоторой степени образовательными проектами, потому что мы привлекаем, стараемся максимально привлечь людей к каким-то новым для них и видам досуга, и новым для них... Опять же, когда я говорю «новые» для них виды досуга, я имею в виду какие-то походы в филармонию, знакомство с новой музыкой, знакомство с тем, что происходит в городе. И в Харькове достаточно длительное время проходил «День музыки», а вот мы, инициативная группа «День музыки», делаем его во второй раз. Так, теперь, наверное, о программе или еще о этой музыке? Какая будет программа в эти дни? И что ожидает людей? Как, в общем, выстроить прогистику своих путешествий? Давайте я немножко расскажу предысторию, да, допустим. В прошлом году у нас было запланировано 26 локаций, в итоге из-за погодных условий был ливень сильный, и нам пришлось обратить ее до 20. Поэтому в этом году у нас около 33-34 еще добавляются локации, плюс какие-то такие, которые будут с фонтанами, мы будем о них писать у себя в соцсетях. То есть там есть программка на 33 локации, но будет дополнительная информация обновляться день в день. То есть к нам группы добавляются, локации добавляются, но опять-таки, если будет дождь, то мы будем писать, что какие-то локации акустические, да, нам нужно. Суть в том, что 20-е, 21-е, мы до этого не знали, каким-то образом так получается, что в день соцсостояния всегда ливни идут. Поэтому нам нужно с этим смириться. Нам нужно с этим что сделать просто. Мы постарались максимально все интересные акустические локации переместить в закрытые помещения, чтобы не навредить инструментам музыкальным, но тем не менее. Важный момент, что это все делится локацией, и они делятся, грубо говоря, на две категории. Одна категория — это локации, которые находятся, дурацкое слово, места, которые находятся, какие-то точки музыкальные, которые находятся в городе на открытом пространстве. И вторая категория вот этих вот мест — это клубы, какие-то заведения, это тот же костел. То есть это просто в дополнение к тому, о чем говорит Сережа. Это то, что касается вот таких вот разделений на категории. То, что касается того, что будет происходить. Будет не только музыка, будут всякие смежные виды искусств, скажем так, потому что без музыки они невозможны, не существуют. У нас будет перформативная площадка, танцевальная, будет хип-хоп-площадка, где тоже будут танцы, будет кино, конечно же. Это наш совместный проект с ребятами, которые делают кино под открытым небом уже пять лет в Харькове. То есть будет кино, будет даже капоэйра, потому что капоэйры невозможны без музыки, и будет музыка самых-самых разных жанров. Это все есть в программке. Детальную программу можно скачать в любой соцсети. Вводите День музыки в Харькове. Появляются наши группы, появляется программа. Для людей, которые не пользуются интернетом, мы придумали другую интересную штуку. Мы будем раздавать специальные карты, в которых будет отмечено, где будет находиться каждая локация, и также будет расписание, где, во сколько и что будет происходить, каких артистов можно послушать, на кого посмотреть, чему поучиться, и как выстроить маршрут, чтобы это по времени было максимально удобно, потому что ряд мероприятий все-таки немножко накладывается одно на другое. Но в печатной программке будет отмечено со скольки начала. Это важное дополнение. К сожалению, у нас слишком много всего. К счастью, у нас слишком много всего. К счастью, да, но для программки мы не смогли вместить все, что хотели. То есть обширная программа, на некоторых локациях больше 10 исполнителей. Как будете сопровождать фото, видео? Может, кто-то из области захочет посмотреть на этот фестиваль? Как можно это делать онлайн? Кто захочет, пусть приезжает. Сопровождает. На самом деле, в каких-то стационарных точках у нас, возможно, получится организовать стрим. Но поскольку, вот еще важный момент, проект огромный, более 30 локаций, очень много организаций, которые с нами сотрудничают и которые нас поддерживают, но это волонтерский проект полностью. То есть музыканты выступают бесплатно. Реклама, это бартер. Нас поддерживает, например, радиостанция Европа+. Но мне кажется, нормально и честно об этом говорить, потому что мы обычно стыдливо это все вырезаем. Все говорят, ой, это же реклама, нельзя. А мне кажется, нормально благодарить людей, которые нам помогают. И это вот, допустим, там есть радиостанция Европа+, которая нам предоставила свой эфир. Есть вот Харьковский кризисный центр, который предоставил нам свое место для пресс-конференции. Есть различные площадки, медиа-площадки, которые предоставляют нам место свое и ресурсы для распространения информации. Это музыканты, которые играют бесплатно, и никто не получает ни копейки за свои выступления. То есть это огромное количество людей, которые работают для того, чтобы в Харькове появился хороший, интересный и крупный культурный проект. Потому что это важно и для развития культуры, и важно в целом для социальных процессов, которые у нас происходят. То есть от каких-то маленьких процессов, от нашей этой комнаты до процессов в городе и в стране. Потому что очень важно дружелюбную среду культурную создавать. Скажите, всего два дня будет проходить фестиваль, но на протяжении какого времени готовились, сколько людей задействовали? Тем более это волонтерские проекты. То есть в празднике каждая деталь важна, поэтому эти волнующие дни не подходят. И вот сколько вы труда потратите. Расскажите. Очень много, если кратко. Наверное, мы начали с Нового года. Но желательно такой проект на самом деле начинать с Агар. Потому что идея проекта взята с Женевского Дня Музыки. И там настолько обширная программа, что именно в три дня и каждый день там 80 локаций, музыкантов 500 где-то, если не больше. И они готовятся, начинают готовиться, договариваться. История долгая. Но для нас второй год только мы набираем опыт. Локации, с которыми мы работаем, тоже опыт набирают. Музыканты подготавливаются. То есть если в прошлом году как-то многие думали, то нет, зачем нам выступать на каком-то бесплатном событии, то сейчас они сами предлагают. По поводу подготовки, да, это где-то мы, наверное, начали с Нового года или с февраля готовить. По поводу количества людей, которые над этим работают. В инициативной группе День Музыки нас четверо. То есть мы являемся такими основными координаторами. Но на самом деле есть еще какое-то количество людей, сейчас их сложно посчитать, которые берут на себя конкретно координацию тех или иных площадок. То есть какое-то достаточно большое количество. Скажите, пожалуйста, понятно уже, что это волонтерский проект, делается он собственными силами, желанием сделать этот социальный проект. Но город принимает какое-нибудь участие в этом? И мне интересно, вопрос в том, что если бы город принимал какую-то участие, то изменило бы что-то в лучшую сторону, в проекте легче было бы, больше не стало бы. Город обязательно принимает участие, город дает разрешение с нами сотрудничать. Мы сотрудничаем с департаментом культуры, потому что это культурное мероприятие. В силах возможности города, город с нами работает. Может быть, можно было как-то иначе, если бы мы раньше подали заявку, если бы в городе немножко другая ситуация была, менее напряженная. Но в целом мы довольны, все отлично, с городом хорошо. У меня есть несколько другой взгляд, я сейчас скажу честно. Мне кажется, что всегда, на самом деле, город нас поддерживает, да, это правда, потому что, в общем, сложное время, и город обеспечивает, насколько я понимаю, охрану, локации. Это самое важное, и это лучшее, что они сейчас могут сделать. Но мне кажется, что всегда, всегда есть потребность в каком-то более широком взаимодействии, потому что, ну, потому что все, что мы делаем при более широкой поддержке города, можно сделать быстрее, качественнее, качественнее даже, ну, вот по каким-то ресурсам, потому что мы ищем, ну, потому что мы постоянно ищем деньги там на полиграфию, на сцену, еще на какие-то вещи. И кроме того, что вот в этом году мы работаем, нас поддерживает город, у нас есть еще, случился внезапный такой для нас, наверное, как это, прецедент, да, что ли, взаимодействие с представителем власти, нас поддержал волонтер и депутат Михаил Копцев, который нам фактически помог в том, что, ну, он нам помог финансово и обеспечил нам две сцены. Одну большую, вторую поменьше, и это тоже очень важно. И почти ничего за это не захотел, что тоже очень важно, потому что обычно все происходит наоборот. А почти это как? Он просто музыкант, он захотел выступить. Вот, да, что приятно, что это человек и волонтер, а еще и человек и музыкант, который вот в эту тему вовлекся во многом, потому что он музыкант. Да, он должен был играть с Дмитрием Долговым, группа «Дождь». Ай-яй-яй, с Александром. С Александром. С Александром, разве ты, ну, да. Вы уже подсчитывали, сколько примерно будет музыкантов, то есть творческих людей на всех ваших локациях? Не успели. Если люди выйдут еще дополнительно. Ну, ну, сейчас около 100, наверное, так скажем. Наверняка около 100. Если вы еще присоединятся? Ну, вероятно. Потому что каким-то таким образом в день все еще пишут, пишут новые, хотят, хотят. Очень важный в этом всем момент, я уже вот пыталась ответить на вопрос про Ютуба, ответила на какой-то другой вопрос в этот момент. Очень важно то, что мы сейчас все вместе создаем дружелюбную городскую среду. Это очень важно. Очень важно, чтобы люди чувствовали, что это их город, что они свои в этом городе, что они свободны делать то, что им хочется, что они могут выходить на улицу и что-то слушать, с кем-то танцевать. Могут выходить играть сами, и не важно, это там городская площадь или там скамейка под подъездом. То есть вот этот вопрос очень важный для нас, и поэтому мы в День музыки приглашаем всех, призываем к нам присоединяться в качестве зрителей и в качестве участников обязательно. Открывать окна, играть с окна. Как могут люди вам помочь, допустим, посмотрят, почитают, может быть, захотят, не знаю, перечислить деньги или, может быть, стать баланчикором просто проекта на эти деньги? Кому обращаться, если они? К нам. Вся информация есть в соцсетях, День музыки, Фейсбук, ВКонтакте. Мы ответим на все вопросы, на все пожелания. Там есть расчетный счет, на который мы готовы принять средства. Будем очень рады, потому что очень большая затратная часть на звук. Поэтому все, что есть, идет на звук и на сцену. Нам на самом деле нужны волонтеры для раздачи листовок, для координации каких-либо локаций. Карта у нас тоже открыта. И вот, поскольку, как я говорила, уже проект волонтерский, в этом году у нас помощь из разных источников поступает. В прошлом году мы выехали полностью на том, что мы запустили сбор денег через интернет. Какую-то часть денег нам перечислили люди через интернет. Небольшую, но все-таки сумму, сейчас не вспомню какую. Какую-то часть денег мы собрали прямо на главной сцене. Просто поставили коробку и попросили нам прочь. На разных сценах. На разных сценах, точно. И какую-то часть денег ребята, мои коллеги, вот Сережа, еще один наш коллега, просто добавили из своего кармана, потому что нам было очень важно положить начало этому. В прошлом году это абсолютно волонтерский проект, был без бюджета, без ничего. Начали. И сколько в прошлом году вы собрали? Собрали 3000, а в общем нам обошлось 8. Зрители или денег, простите? Нет, не людей, которые присутствовали. Вы знаете, мы в прошлом году допустили стратегическую ошибку. Мы в итоге не посчитали, сколько ресурсов мы в это вложили, не финансовых, а вот вообще человеческих, человека часов, какое количество людей над этим работало, сколько в итоге стоит все то, что мы сделали, просто потому что люди нам поверили и нас поддержали. В этом году мы постараемся этой ошибки не допустить и подведем итоги, и всем все расскажем. Но несколько тысяч человек было точно. В общем, это наша ошибка была. Если считать мимо, мимо проходящих, то достаточно много. Если считать тех, которые занырнули и получили то, что предполагалось, да? Ну, как минимум 20 локаций на каждой локации, от 100 до... Допустим, в живот, да, в прошлом году была одна из самых многочисленных локаций, если не считать основную сцену на ККЗ в животе было 500 человек. Самый важный момент еще. Несмотря на то, что проект волонтерский, он вот такой вот тяжелый, потому что вход на все локации, главное правило дня музыки, вход во все места, где звучит музыка, должен быть бесплатный. Неважно, это какая-то открытая площадка, это ночной клуб, это кафе, что угодно, галерея, костел, обязательно должен быть бесплатный вход. Вот, и еще один важный момент, это то, что к нам присоединяются порой достаточно, ну, достаточно такие нехарактерные, даже не то, что к нам присоединяются, мы идем в какие-то нехарактерные для музыкальных выступлений места, вот как, опять же, костел, это собор успения Пресвятой Девы Марии. Мы просто в прошлом году подумали, о, круто было бы, чтобы хоры спели в костеле, там же акустика, прекрасно, все красиво, и вот Сережа просто пошел в костел и спросила, можно, ему сказали, конечно, можно. Потом мы сделали с ним еще несколько акций, и в этом году, по сути, происходит все то же самое. Мы пришли, спросили, можно, нам сказали, конечно, можно, и поэтому в костеле будет замечательный концерт Харьковского гитарного квартета, ну, это реально жемчужина Харьковской музыки, и не только Харьковской. Это будет 20-го числа в 14.00. Спасибо. Одна в конце есть. Скажите, а будут ли какие-то отказатели, которые облегчат перебежение ко всем этим местам? Только карта. Ну, как бы по городу никаких разметок. Если да, если найдутся какие-то прекрасные люди, которые быстро помогут нам это сделать, то мы, конечно, все можем сделать, потому что, на самом деле, у нас каждую минуту, каждую минуту все меняется, да. Ну, это тоже как бы вопрос с согласованием с городом. Думаю, проще поставить и направлять. Поставить не проще, а поставить с тебя деньги возьмем. Поставить человек. Ну, это традиционный для меня вопрос. Скажите, пожалуйста, ожидается ли на вашем празднике на двух переселенцев или на поясовку? Вы приглашаете кого-то? Мы приглашаем всех, но какой-то прям адресной работы мы не ведем, потому что нас очень мало, и мы просто, извините за лексику, не выгребаем делать все. Да, идей много, а, к сожалению, ресурсов именно человека часов мало. Но с нами, вот, допустим, с нами будет работать, сотрудничать, да, помогать нам Харьков-1, чему мы очень рады. Харьков-1. Ну, просто мы решили озаботиться вопросом безопасности, потому что это скопление людей, это очень важно, и обратились за помощью еще и к ним, ну и Харьковская милиция. Само собой это было, да. У нас еще есть правый сектор и следный корпус. Вопрос. Вопрос такой, вот я посмотрел Вашу программу, у Вас основные мероприятия в центре запланированы там, Алексеевка кусочек. А почему Вы не рассматривали другие районы города? Почему все собралось в пяти-шести клубах? Ну, не в пяти-шести клубах. Словно говоря. Ну, смотрите, у нас есть прекрасные, большие площадки, места, площадки, Салтовка, холодная гора. Не пора ли подумать о том, что надо вообще идти к людям, а не ждать, когда люди придут к Вам? Вот Вы когда отвечали, мои коллеги, на вопрос, сколько было? Это было две тысячи, да, порядка. Не говори Вы о том, что если пойти к людям, это же выходные дни, в те места, где люди живут, больше людей придет, спустятся в свой двор, на ближайшую площадку, где они привыкли отдыхать, поездок через весь двор. Мы всегда, на самом деле, думаем об этом. Это проект для людей в первую очередь. И нам очень команде не хватает людей. Да, если мы возьмем в Вас команду, Вы готовы прокординировать это? Я из другой сферы. Мы абсолютно из другой сферы. Знаете, я психолог-переводчик. Мне культура, я чуть-чуть увлекался. Поэтому музыка, она такая, она для всех. Вы музыку наверняка слушаете. Потому что Вы заявили, что музыка для всех, мне интересно, почему Вы не рассматривали вариант прийти с музыкантами в те места, где люди живут? Мы рассматриваем этот вариант, опять-таки, нужно больше координаторов. Если есть у кого-то инициатива с мест, с района, кто-то может взять, организовать. Мы готовы помочь какими-то своими усилиями, музыкантами. Это будет просто супер. Я могу дополнить еще. На самом деле, планы у нас такие есть. Мысли у нас такие есть. И наши партнеры, это проект Харгор Фонон, это уличное фортепиано. Они уже даже делали это. Они ездили на ХТЗ, играли, приходили дети, слушали, тоже играли. Это вопрос ресурсов. В первую очередь, как Сережа уже сказал. И второе, даже несколько пунктов у меня есть по этому вопросу. То, что мы делаем, это какая-то такая попытка сдвинуть все с мертвой точки в некоторой степени. И это очень длительный процесс. Нам бы хотелось сделать это быстрее, но процесс очень длительный. Второй момент, уже не второй, третий, наверное, это то, что очень важно, чтобы люди узнавали какие-то новые места. Мы все живем в достаточно закрытых социальных группах. Кто-то дизайнеры тусуются сами с собой, кто-то живет в центре, он живет в центре, и когда попадают в маршрутку, которая едет на Саутовку, у него там шок, там вообще какие-то другие люди, о которых он ничего не знает. И то же самое происходит наоборот. И очень важно, чтобы люди не только были в своих социальных группах, чтобы они куда-то выезжали тоже. Еще момент. Но мы не отказываемся от этой идеи. Из истории Дня музыки, вот, собственно говоря, в 82-м году французы посчитали, что в семье из четырех человек как минимум двое играло на каких-то музыкальных инструментах. Они хотели направить эту акцию именно на людей, чтобы побудить в них желание выйти и поиграть. То есть у нас принято так. Ну, допустим, если мы возьмем Харьковскую организацию, и Львовскую, во Львове они координаторы, допустим. К ним больше заявок идут, с ними больше город работает. У нас, получается, у нас четыре человека организаторы. И мы ходим и фактически навязываем людям, что давайте что-то делать, давайте вы выйдете и поиграете, давайте вы примете у себя это. Понимаете? И очень тяжело сдвинуть вот зону комфортной инертности. То, что кто-то кому-то что-то сделать должен, потому что вот мы организуем праздник. Мы не организуем праздник, мы его координируем и мы инициируем его. То есть если есть желание у кого-то что-то сделать, ради бога, в районах. Есть этара, выйдите, поиграйте. Скажите, что вы будете это делать в районе у себя в такое-то время. Мы заявим это в программе. Харьков город многонациональный, у нас много студентов, вузов, да, из других стран. Вот вы кого-то из этих ребят, из людей, да, из национальности, которые живут в городе, привлекаете к участию, удалось привлечь, кто-то будет этим показывать? У нас есть один, как это сказать, один из важных проектов наших, и один из важных пунктов – это сцена народов мира, которая была задумана специально для того, чтобы мы могли познакомиться с теми, кто живет с нами в одном городе, потому что, ну, как вы сказали, город многонациональный, люди живут очень разные, и мы задумали такую сцену, где была бы представлена музыка разных национальностей, еврейская, русская, украинская, и чтобы это был госпел, и чтобы это была, может быть, там, индийская музыка, индийские танцы, ну, то есть разных групп людей, которые живут в городе, но поскольку проект волонтерский, то сейчас мы, ну, в общем, испытываем определенные трудности с реализацией этого проекта, и если мы поймем, что за вот эти три дня мы не успеваем сделать его хорошо, мы перенесем его, и сделаем его просто уже отдельным городским праздником с более, ну, в общем, более качественной организацией. Ну, договоренности есть, и африканцы, две группы, как бы поддержали индусы, тоже поддержали нас, то есть они готовы выступить, вопрос только в реализации самой площадки. Да, потому что мы ходим, извините, как нищеброды, и всем говорим, ребята, у нас нет денег, пожалуйста, помогите нам. И кто-то говорит, ну, окей, найдите вам там 10 тысяч листовок, или найдите 20. Мы говорим, 20 не надо, давайте 10. Говорим, ребята, выступите, пожалуйста, на праздники. А зачем? Мы говорим, ну, это же так важно, это же наш город, это наше общее дело. И, ну, рано или поздно мы все равно сталкиваемся с вопросом денег. Когда вы начали ходить с просьбами, почему об этом никто не знал, что вы начали это ходить с идеей? Ну, вот у меня простой вопрос, я пытаюсь вспомнить, была ли какая-то пресс-конференция, акция такая информационная, что вот вы запускаете этот проект, вы хотите это сделать. Я почему-то не помню такого анонса, там, в январе, феврале, март. Может, я что-то забыл? В январе, феврале немножко другие. Собственно говоря, в прошлом году проект очень сложно начался. Я не в прошлом году, я об этом. Я вам то же самое, если вы помните, какая ситуация в Харькове, в январе, феврале была, то как бы о дне музыки тяжело просто было. Вы сейчас говорите, до праздника три дня, да, грубо говоря? Вот кто-то хочет присоединиться. Вот если бы, скажем так, если бы я знал об этом, в начале прошлой недели, у вас было бы два коллектива, просто я не за три дня, я не успею пригласить, приехать из Киева, а не доеду. Мы можем сделать это на любой другой следующей акции, можем сработаться с вами, сделать что-то совместно. Нет, следующая акция уже будет. Ну, в следующем году. Послушайте, мне кажется, что сейчас создаются странные ситуации, когда мы с Димой оправдываемся, говори, как есть, не надо оправдываться. Если вы задеваете такую акцию, то как-то о ней хотелось бы знать раньше. Я предлагаю Дмитрия взять в карту. Да, пятый человек, я вам уже предложил. Не-не, ну подождите, это нормальный вопрос, это же. Да, хороший, это правильный вопрос, да. Мы не успели это сделать. Ну, это три ошибки, которые надо учитывать в следующий раз. Обязательно. Да, да. Вы понимаете, мы делаем это во второй раз, и каждый раз мы замечаем какое-то количество ошибок, которые стараемся в следующий раз исправить. И это одна из них, и очень важно, что вы обратили на это внимание. Потому что мы поняли в какой-то момент еще такую штуку, что мы взвалили на себя вот эту организаторскую ношу, и все считают, о, класс, есть организатор, а ну-ка сделайте нам, удивите нас, еще там что-то. То есть мы изначально, возможно, неправильно себя спозиционировали, потому что очень важно было объяснить всем, что мы координируем этот процесс и что мы открыты к взаимодействию, и люди могут присоединяться к нам с какими-то своими идеями. Я думаю, что спасибо вам большое, что вы подробно рассказали о всех подводных течениях вашей координации и молодежного проекта. Главное, вот честно, главное в этом случае для того, чтобы, во-первых, праздник состоялся, который вы задумали, а во-вторых, в следующем году обязательно, чтобы он был в более мирных и адекватных условиях, как это то, чтобы в январе и феврале приходилось думать только о музыке, а не о чем-то еще. Спасибо большое. Мы привлекаем, привлекаем, приглашаем, привлекаем больше людей вовлекаться в эту социальную, в первую очередь, акцию, использовать музыку, как фактор, который может объединить людей и сделать его интереснее город. Где фортепиано? Фортепиано будет на стрелке речек. А карты мы будем раздавать в центре города, у выходов из метро, ну, то есть в местах скопления людей, чтобы люди могли бы все взять и пойти посмотреть. Когда? Когда уже начнете? Я думаю, что в пятницу и в субботу, естественно, тоже. Пятница, суббота, естественно. Вышел? Да, мы выложим ее, можно будет скачать. Что-то тоже, да, выкладывайте побыстрее, мы ее попытаемся тоже помочь. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое.